Всем доброго времени суток, друзья! С вами снова Алекс Джет и Гидеон. Всем привет, дорогие друзья! И мы продолжаем проходить Dark Souls. Как вы видите, мы находимся в Храме Огня, оба, но не вместе. Да, так как здесь вообще сейчас приконнектиться невозможно. Кстати, ты, если у тебя есть возможность, можешь улучшить еще пиромантию, если у тебя там хватит денег. Да нет, у меня нету сейчас ничего. Да, можешь поговорить с змеем, скормить ему там пару вещичек. Кстати говоря, он у меня уснул. А, кстати, при первом прохождении у меня тоже такая фигня была, и я не знал, как его разбудить. Я все перепробовал там, не знаю. Ну, короче, я его ударил. Ну что, он разозлился? Ну, я так и подумал, что сейчас мне все, криньдец наставит. Нет, он такой, а, извините, я не сплю. Я проснулся. Да, вообще, на удивление. Он добрый оказался. А вообще, если его начнешь бить потом, то он, да, он на тебя обижается и убегает. И все, и вообще больше никогда не появится? Да, то есть, получается, ты его полностью обидел, и больше он с тобой никогда не заговорит и не появится. Интересно. Так. Как вы у меня, по крайней мере, сейчас видите, я двигаюсь в сторону кладбища. Мы так подумали и решили двинуться в сторону катакомб, чтобы достать кое-что, что нам очень нужно в дальнейшем прохождении. Так, я уже на кладбище. По-моему, я там все забирал, и, ну ладно, я еще раз убью этого большого скелета. Тут, когда, кстати, захочешь на кладбище, вот можно пройти прямо в сторону кладбища, а есть такой ходик слева. Там лестничка на низ. Хотя, хотя нет, она тоже не ведет сюда. Так, но скелетов тут, конечно, дофига. Да, тут любят придавливать очень сильно. Эх, у меня из тусов-то мало, конечно, да. Но тут до костра добраться возможно, то есть до следующего. Ага. Так что ты не бойся, костер не так далеко, по крайней мере. С того костра мы сможем уже приконнектиться. Так, ух ты, так, не стоило мне использовать... Не стоило мне... У меня контратаковал. Использовать, блин. Черт. Шустрый, 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 очень шустрый, блин. Че, они кровотечения, что ли, вешают? Да, если до конца дойдет. Кстати, любое косое оружие вешает кровотечение. Обалдеть. Точнее, искрит... Как это? Ну, я понял, ятаган, типа, или то... Или сабля, да. Короче, я вот спускаюсь тут налево. Охренеть. Я что-то... Че-то зря это... Че-то зря я ввязался в этот блудняк. Ты живой? Пока да. Но не знаю... Не, все, фу. Ё-моё. Хорошо, что кровотечение чем долго вешается. Это потому, что у них слабенькое оружие, и у тебя хорошая обороняет защиту тоже. А так бы тебя уже там всего... Скалаш-мать его. Да, что-то я прям пожалел. Кстати, вот я сейчас спускаюсь здесь по этой лестнице вниз, и тут видно весь этот самый, ну как, этот город, Андетбург. Тут вот его видно. Всю эту стену, вот там вот мы, помнится, путешествовали. Также видно вот там вдали огромное дерево, под которым... Низу, что ли? Ну да, когда ты спускаешься сейчас, если ты спускаешься... Ну да. Ты вот видишь тут слева, все вот это видно, этот замок. Там дальше еще вот это дерево огромное, которое, кстати, выросло на... там, где были кости драконов, оно, можно сказать, на их костях выросло. А, вот все, я нашел лесенку, отлично. Да, и вот слева можешь все это видеть. Тут, кстати, я еще когда-то бинокль взял, помнится. О, нашел вход, отлично. Сейчас, короче, наша задача пройти до конца. Сейчас старайся держаться аккуратнее с блоком. И тут, когда выходишь, тут можно упасть. Так что ты сразу наперед не беги. Так же ты встретишь тут в самом начале головы, которые взрываются. Что-то вроде таких как Кеннекадзе. Сразу в блок уходи. Да я вообще стараюсь идти в блоки, конечно. Все, вижу. Вижу, о чем ты говоришь. Ах, чертовы скелеты, вот о чем ты. Вот о чем ты говорил. Но эти головы, что-то они не заканчиваются, что ли? Или типа того. Они постоянно взрываются. Вот когда у скелетов глаза горят, это значит, их бесполезно убивать. Старайся отбиться и двигаться дальше, потому что они снова встанут. Там, когда спускаешься вниз, то есть спрыгиваешь. То есть, когда дальше пройдешь, там увидишь, спрыгиваешься вниз. И слева будет ходик. И потом снова налево, там, пролом в стене. Короче, увидишь. Тихонько двигайся. Да, 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 да. Ой, 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 тут пироман. Тут никаких начек-то нету. Нет, ты сейчас не за начки думать, я сейчас надо до костра дойти и убить их там. А ладно, я понял. Некроманта. Чертов гад. Дурацкий скелет прыгает с лестницы. Как у тебя так получается? Ну. Гад, такой убью тебя все равно. Так. Все, кажется. А я уже вот нашел. Надо стус выпить. Я внизу уже, но... Куда тут идти-то, черт? Я забыл, что ты мне говорил. Ты просто сейчас двигайся... Налево, да? Да, налево. Всегда старайся налево поворачивать. Боже мой. А, они повсюду, повсюду. Так, вниз, еще вниз, еще вниз, да? Да, 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 и налево, налево, налево. Костер, там тетка. Убеет, это вот этот самый некромант, который их постоянно оживляет. А, это мужик оказался, а не тетка. Понятно. Гадство. Теперь бы еще этих убить. О, отлично. Последний. Хитрая сволочь, сдохни. Есть. Есть. У меня получилось. Я молодец. Жалко, нет. Человечности активированный. У меня три активированы. Кстати, можно даже вас сжечь. Буду, наверное, в лошадку. Да, я вот не знаю. И вот здесь, вот сейчас мы вот в этой комнатке. Мы, наверное, приконектимся. Я вот только думаю, кто из нас, кому будет в мир. Ну, я могу, в принципе. Ну, потому что я постоянно у тебя в... Да, да, давай. То есть мне знак надо, да? Сейчас, сейчас. Ты... А, ну, я человек, так что нормально все. У меня не стоит этот мелок, потому что я сто лет никогда не... Ты его не ставь на быстрый доступ. Ты сразу, когда заходишь в меню, он в самом начале почти. В этом, в мешке, там, третий или четвертый. Я могу из мешка юзать? Да. Так, что-то новенькое. Ты все время юзал именно. Белон для белого знака. Так. Использовать. А! Ставишь вот в этой комнатке, где были два скелета, или где-то сейчас ставишь ее? Да возле костра или нельзя? Да, ну, в принципе, ну, если не есть, и можно. Исторожно. Я не в курсе, конечно, но... Да, если ты, если ты не можешь вставить, то там зачеркнуто, ты, типа, не можешь нажать. А. Нет, ну, я мог использовать, но... О, йо, йо, и у меня, короче, лайф отречился. Блин, придется без заходить. Ну, давай. Я еще не знаю, я в лайфе или нет. Кстати, парень. Ну, проверь, кстати. Да, я, наверное, пока приторможу. Так, окей. Ну, и мы снова тут. И я уже вижу знак Гедона. Прекрасно. Она сейчас меня затащит в чужой кошмар. Прямо как Сайлент Хилл какой-то. Да тут, ну, и на стенах тоже ползают жуки. Там, помню, где-то такое тоже было. Тут, конечно, сделали это в виде текстуры, поэтому это не так страшно выглядит. Но, блин, если представить, каково сейчас реальный персонажу там находиться. Да, они со всех сторон ползут. И еще, наверное, со звуком все это таким происходит мерзким, медленным. Тут целый перекресток, вот, если посмотреть на пол. Прямо целое дорожное движение. А, у тебя доспехи этого? Худовы, что ли? Да. И что, они лучше? Ну, они лучше, чем доспехи рыцаря этого, серебряного. А, блин, надо будет посмотреть. У тебя они тоже продаются уже. Подожди, продаются? Да. Короче, все доспехи боссов, которые ты убил, они будут продаваться у одного единственного продавца, который находится в храме огня. Помнишь, там под мостом, где ты прыгал за кольцом, первым жертвенным кольцом? Перепрыгивал? Да, да, помню. Вот, они там, где это жертвенное кольцо находилось, теперь сидит один мужик. А, ну да, все же изменилось, типа, после колоколом. Вон, кстати, еще один некромант стоит. Ну, вижу. А что бы его не расстрелять? Можно, конечно, если у тебя лук есть, тебе там не лень стрелять. Можно до него дойти. Как удобно, смотри, он стреляет в землю. В землю? Да, вот, смотри, смотри. А. Сейчас шмальнет, и в землю попадет лох. Нет, чуть не хочет. Ладно. Так, все скелеты будут восстанавливаться, поэтому надо двигаться побыстрее и убить его. Погнали. Где лох-то? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Откуда, откуда, откуда вы все? Все, все, пошли, пошли. Так, сейчас мы до него доберемся. Ничего, здорово, засранец. Так, все, от него избавились, теперь можно скелетов убивать. Там лучник слева, по-моему. У меня что-то здесь FPS жестко проседает. У меня, кстати, нормально. Вот тогда, когда у тебя было, как бы, нормально, у меня что-то жестко садился. У меня где-то здесь, посмотришь, в какую-то сторону, 18 FPS, сейчас вот 30 FPS, не знаю. О, там скелет, смотри. Где скелет? Да, вон он. Он резался до того, как мы убили некрованта, и теперь стоит там. Танцует. У меня вообще танцует. Так, ну, двигаемся дальше. Типа того. Здесь, в принципе, довольно линейно все, можно так подумать. Но все равно заблудиться здесь есть, места, где можно немножко заплутать. Опа. Как быстро-то встают, засранцы. Причем еще их надо добивать, потому что после первого удара он, типа, только туловище сбрасывает, и все. Так, и еще. Здесь, получается, больше некромантов, еще больше некромантов, поэтому сейчас скоро опять начнут тресаться. У этого глаза горят, но я не знаю, будет он сейчас вставать? Нет, не будет. Ну, вот это точно будет. У меня сейчас иду. Ох, нифига себе. Он прыгнул мне за спину, я развернулся, и бэкстеп сработал. Не, возможно, он тоже не будет вставать. Не, не встает. Ну, ладно. Ну, даже хорошо, что они сейчас не встают. Нам сейчас надо... Хотя глаза горели. Ну, да. Значит, это не показатель, как оказалось. Почему-то я всегда думал, что это... Ну, я видел, что череп куда-то. Отлетел. Где этот чертов скелет? А, стоп. Что, я назад, что ли, вернулся? Блин, я, походу, назад вернулся. Да, ты спрыгнул. Зачем ты спрыгнул? Не надо было спрыгнуть. А, дай руку, дай руку. Нет. Ты останешься погибать здесь. Своё невежество. Блин, жалко сейчас ты здесь не стоял. Можно было бы это проделать. Хотя, вряд ли с тобой можно было бы получить. Что ты там со мной проделать хотел? Вот сюда встань, где стоял перед этим. Что в спарту хочешь? Нет, не получается. Ну, ладно. Ой, голов, сколько голов. Голов, они везде. Главное, я не понимаю, они конечные или нет? А, не конечные. Чего-то она не рванула у меня. Нифига себе, а меня? Вот теперь рвануло. Тут как-то пингует жёстко сейчас, реально. О, ловушка. Вот у меня не рвануло. Потому что она на меня целилась, наверное. Странно. Ты, кстати, о стороне, слишком близко к краю стоишь. Что ты? Можешь нейроаком столкнуть меня? Да. Ну, не я, ну так, кто-нибудь другой. Да, чёртовы ловушки, я не понимаю, как это... Надо по краю, что ли, их обходить, да? Да не знаю, нет. Они, в принципе, не особо дамажить, можешь не бояться. Если вот ты в начальных уровнях сюда полез, то да. Один раз. Да, блин, откуда ты взялся, козлина? Походу, они воскрешаются. Да-да-да, они воскрешаются. Так, ну я ещё один рычаг втяну, это чтобы мост повернуть. Вон, видишь, там вдали мост повернулся, вон он. Да, так они и дали посмотреть. Ага. Сейчас, мост. Там какая-то мальчика лежит. Сдохни зло, кричат они. Хотя, сами скелеты. О, там чувак стоит. О, слушай, да, какой-то призрак. У тебя дух. У меня чувак. Этот, кстати, дух довольно вредный. И, точнее, этот самый чувак, он вообще просто жесть подставит героя. Спойлеры. А, да. Окей, ладно. Ну, посмотрим, короче, что будет. Да, блин, куда тут идти? Я не знаю, они резаются и резаются. Уходи, уходи, просто уходи. Я уже устал тут тренировки. Пошли, пошли, пошли отсюда. Забей на них. Я не пойму, куда. Ну, видишь меня. Смотри на меня. У меня автоприцел стоит, чёрт побери. Назад, что ли? Да, убери, автоприцел и побежай. Всё, так скажи, назад. Да я думаю, что здесь, где-то здесь есть проход, да я его не вижу. Всё, бегом дальше. А, больно. Так, вон он. А, вот какой мост, понятно. А, нифига тебе судануло. Да блин, не дали мне сделать красиво. Чёртов некор, давай гаси его. Хоть так. Вот они, кстати, вот так. Там сзади, небось, целая орда, да, точно. Да, тебе надо убивать их. Да, конечно, они слабаки. Чёрт. Это было больно. Они берут количеством и скорость. Да, да, это так. Это так. Семь из тузов. Так, надо подумать, куда мы двигаемся, то до следующего костра меня проведём. Потом тебя. Так. Окей. Там ещё вроде куда-то налево можно было пойти, нет? Возможно, но я чё-то не хочу туда. Так, здесь я, короче, есть несколько вариантов. Здесь внизу кузнец, которому очень сложно попасть, на которому бы попасть нужно. Но сперва всё-таки лучше открыть второй костёр. Иначе, блин. Да, блин. А, здесь опять резко попресывается. А, чё. Как они меня достали. Когда тут один, это просто вообще... Получай бэкстеп, тварь. Ну да, одного убиваешь, второй встаёт. Этого убиваешь, третий встаёт. И как бы... Чё мы сюда пришли? Здесь их ещё больше. Я только начку взял, пошли от себя. Боже мой. Боже мой, как же они меня достали. Ай-яй-яй, нас зажали. Давай. Он ещё и отхилился. Господи, боже мой. Кошмар, надо валить. Куда, вниз, вверх? Да, вниз, 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 вниз надо. Чё ты их правда много? Не упади, не упади. Блин, они ещё и прыгают. Вот они там. А, вот он. У него надо быстрее спаяться. Всё, убит. Теперь давай тут узкий проход. Спарта! Спарта, как бы нам сейчас не грохнуться. Тихо. Так. Против, никого не слышно. А, нет, вон они. Вот, вот, вот. Они упали. А, и упал. Здесь камера вообще чё-то... Я не ни хрена не вижу, честно, с ней нормально, но у меня пингуют, кстати говоря, они умирают не сразу, тупят долго. Таскинул микроманты. А, вот, вот он. Давай дергай. Рычаг. Там сейчас должно показать, что что-то где-то открылось. Нет, ни хрена не показали, думайте сами. Ещё один есть. Три стуза осталось. Нет, четыре. Четыре. И чего? Прыгать? Есть, а не-не-не. Тут, короче, видишь, вон там вот щит лежит, да? Внизу. Там, короче, есть такой выступ. На него, типа, если прыгаешь, потом прыгаешь вон там, где лежит это самое... Ещё один трупак, и только потом вниз, и ты попадаешь в кузнецу. Если ты промахнёшься, всё, ты умер. А, типа, вот на тот камушек, который впереди, да? Да, но тебе прыгать не надо, потому что мы сейчас не пойдём ни сюда. О, да, блин, слушай, ну да, там, правда, яма. Лютая яма. И если ты умираешь, ты появляешься у костра, который находится далеко, короче. Офигеть. Ну, я помню, откуда мы начали, по сути. И вот каждый раз, пока пробежишь, и попадёшь к этому кузнецу... Ну, некро-то не резует или резуется? Некро не резуется, слава богу. Иначе это было бы невозможно просто каждый раз. Но, тем не менее, скелеты зато все резаются. А, ну... Так, здесь мы были. Как же попасть быстро к тому костру? Да мы вроде везде были. А к этому кузнецу просто... Ну, шорткат не будет открыт потом? Нет, нет, нет. Это единственный... В каждый раз надо гемором заниматься. А, вот, вот, иди сюда. Мы открыли вот что. Этот самый мост. Или нет? Нет, постой. Там, там, какой-то скелет непрекаянный ходит. Но мы отсюда пришли куздам, а отсюда пришли в воду рычаг-то. А нет, его уже дешево. Пошли направо сюда. Подожди, нет, нам надо к чуваку. У него там ещё один рычаг. Я, кажется, знаю, как попасть туда. Ну, да. Сзади там идут, кстати. Там, там что-то происходит, но я двигаюсь. Прыгай, прыгай. Нет, блин, нет. А, там... Что... Я здесь, этот, ящерка была, вот, за этими двумя статуями дурацкими. Но они меня затормозили. Да. Не всех тормозят. Жёстко тебя. Просто бегаешь по дальней дистанции, как бы, и всё. И они не дамажат. Да, пофиг, всё равно там помаленьку. Я думаю, я умру не от этого. Так. И куда нас это привело? У меня, кстати, меньше половины хп. Что-то здесь так громко шумит вода. Ну да, прилично так. И я что-то не совсем понимаю, где здесь вход. Ну вот, сюда, наверное, надо встать, она провалится. А, вполне возможно. Там слишком очевидная текстура. Да ёшкин кот. Вот, всё равно мы не попали туда, куда надо. Ну как надо? Мы к чуваку попали, нет? Не-не-не, тут мы вот здесь были. Неужели, чтобы пройти, надо прыгать? Да не-не, ну, нет, не верю. По-моему, да, именно так. Если ты не прыгнешь, ты не пройдёшь дальше. И это очень-очень плохо. А зачем тогда вот этот проход, через который мы сейчас прошли? Я не знаю. Это, наверное, если ты сорвался, чтобы потом того... Если ты сорвался... А, смотри, а если вот здесь прыгнуть? На шипы или куда? Вот, вот, вниз, сюда, направо. В принципе, да, можно. Там ты как куда-то... Не-не-не, не спрыгнешь, не спрыгнешь. Видишь, что-то, короче... Чё? Шипы вот здесь. То есть вот это вот самый не мост. Нет, если ты типа спрыгнешь, ты соскользнёшь. Такое ощущение, как будто ты типа... Да ладно, по-моему, тут вообще ништяк. Прыгаешь и такой прям... Пока тот мост не повёрнут, ты не сможешь. Я знаю, конечно, другое место, где можно сократить, реально сократить, но мы потом не вернёмся назад, по-моему. Ты точно думаешь, что здесь не спрыгнешь? Потому что я так смотрю, здесь прям... Прям так... Неплохо. Если хочешь, можешь попробовать, но ты умрёшь, скорее всего. Блин. Там-то внизу, понятно, вот шипы на дорожке, как бы, которые вон... Кстати, идёт куда-то туда, к свету. Да. Ну, короче, я сейчас... Дай подумаю, я не помню, честно слово. Я сейчас пробегу, посмотрю, что-то. Потому что как-то это странно, вот... Типа... Кстати, а что здесь? Ничего? Неа. Не, мне кажется, всё-таки надо кузнецу и... О, блин, я сейчас сдохну. Ты упал. Если бы не камень, я бы сейчас, это, накернился. У меня три стуза, надо выпить один? Да явно надо, как-то, я думаю. Ну, ладно. Блин, что-то охренеть, как мало восстанавливать. Ладно, я не буду попадаться в подставку. У меня есть ту за всего на плюс один. Надо будет, кстати, вторую достать. Что-то ты не вкачал. Да, я не вкачал, потому что... Потому что, потому что где-то у меня ещё этот... Вторую душу этого... Да, я делаю её, я не помню. Кого? Ну, душ хранительница. А, это хранительница. Не знаю. Это израсходов. Короче, я сейчас буду пробовать. Прыгать, наверное. Слушай, ну да, здесь, правда, больше некуда идти. Дурацкий проход бесполезный. Точно, я сейчас попробую эти самые радужные камни кинуть. Куда? Вниз посмотреть. Может, там будет лучше видно. Потому что, честно говоря, видно не очень хорошо. Да. Да. Это... Что верно, то верно. Видно очень плохо. Я бы даже сказал. Вообще, мне кажется, здесь можно спрыгнуть. Не знаю. Я вижу шипы. Да, вижу. Но... Если хорошенько прыгнуть прямо такой... И ты такой вперёд пролетишь. Почему нет? Да. Я, естественно, упал и умер. Тогда я сейчас прыгну. Блин, да. А ты сейчас, наверное, отключишься. Да почему я... Ну всё, я спрыгнул. Нормально тут всё, чувак. Я даже не прыгнул. Я просто свалился вниз и... И всё путём. Как бы. Да. Поэтому давай мы сейчас затормозим. И уже там под... Ну, снова. Начнём. Да. Но мне, конечно, лучше бы всего к кузнецу попасть. Потому что там всё правильно начинается и открывается. Ну ладно. Сейчас увидим. Итак, дорогие друзья. Мы снова вернулись. Но пока что находимся по отдельности. Такс. Я сначала хочу поговорить с этим чуваком. Чтобы вы послушали. Да и мне тоже интересно. А я пока, как видите, вижу знаки Деона уже. Вон он там. И у нас тут приключилась тоже одна ситуация такая. То, что я нашёл шорткат. Точнее, нашёл именно вот срез. Именно вход туда. Кстати, твой знак только что почему-то пропал. Да. И переставился в другом месте. Странно. Так. Довольно странно. И я, короче, сейчас пробегу туда, как я вот покажу путь. И пока буду показывать путь, Гидуон там у себя поболтает. Ну всё. Сейчас поговорим. Всё. Поехали. Добрый день. Ты выглядишь довольно зимой. Что ты делаешь в катакинде? Ты клерик или что-то? Как ответить? А, смотри, что он у тебя спросил. Ну я не клерик. Нет, ты не клерик. Не клерик. По-любому. Не клерик. Окей. Паня. Всё. Больше ничего он не говорит. Он говорит, что мне нужны амулеты. Будь осторожен. Смотри под ноги. Ага. И ржёт. Ржёт сволочь. Кстати, кстати, я вот вижу сейчас твой дух, ты стоишь рядом с ним и вижу его самого. Я могу в принципе с ним поговорить, но сперва я пойду сяду за костёр, наверное, призову тебя, а потом поговорим. Костёр находится, чтобы кто-то знал. Вот здесь, видите, здесь есть призрачная стена и такая дурацкая статуя, которая не даёт пройти. Типа как? Ну там можно оббежать по краешку и, собственно... Нет, это не по мне. Я всегда иду на прямик. И вот здесь вот костёр. Я тоже зашёл сюда. Кстати, вот это расселено справа. Откуда-то можно было его увидеть. Да. Увидеть и потом истекать слюнями, ища его. Очень долго. Так, ну пойду поговорю с этим... Нет, тебя сперва призову. Где там твой знак призыва? Ага. Всегда меня есть. Давай под лестницей поставлю, да, к этому чуваку. Так. И я понял, почему твой знак призыва переставился, а потом исчез. Это неудивительно, потому что у меня отключился лайф. У тебя? Да. Я не знаю, но лайф сегодня что-то особенно капризное. Действительно. Так что я давайте перезахожу и ставлю на паузу. Прекрасно. Вот тут. И мы видим, что знак Гедона уже здесь. Да, я поставил его чуть ниже. Как раз под тем местом, откуда я прыгал совсем недавно. Так удачно. И теперь мы отправляемся обратно. И сейчас я даже тебе могу показать, что у меня этот проход открыть. Ты увидишь, что у меня там просто-напросто нет стены. Я не совсем понимаю, откуда. Я не помню, что я именно активировал. Вот здесь вот. Это действительно странно. Здесь, по сути, стена была у Гедона, когда мы лазили. И у тебя тоже, по-моему. А, нет. Или, или, да. Нет, нет. У тебя была, у тебя была стена. Ты же сказал, там тупик, помнишь? Да. Да, значит. Ну я же у тебя вроде лазил. А, да, ты у меня был. Все правильно. Все верно. Значит, что-то где-то мы у тебя не открыли. Так, ладно. Ты назад вернулся? Да, да, да. Назад. Я по-быстрому переговорю с этим мужиком. Но прежде я, наверное, все-таки пойду и открою туман. Потому что, мне кажется, он повернет мост сейчас. Если я с ним поговорю. Так, ну я-то да. Хотя, какая разница? А, да. Точно. Все. Он повернул мост? Он повернул мост. А ты пробежал? Да. Блин, а я зачем-то поперся на мост и упал. Ну да ладно. Так, как мне тебя призвать теперь? Блин, как мне назад вернуться? Фантом побежден, блин. Ты побежден. Другое дело, что нам вместе надо было бежать. Да я не думал, что он его поворачивал. А ты с ним не разговаривал, да? Я не разговаривал. Вот это странно, реально. Вот что-то ты сделал. Ты что-то сделал, что как бы активировало и вот этот проход, и, собственно, этого чувака. То есть, вот если я, вот, как вы видите сейчас, у меня в моем мире туман открыт. То есть, Алик здесь был фантомом, и мы открыли этот туман, и мост никто не поворачивал. А, я стоял рядом с ним, с этим мужиком. И он, типа, ничего не сделал при мне. И когда бежал по мосту, я рядом с ним стоял. Но хотя он у меня духом показывался, но он ничего не сделал. Я еще так думал, если сейчас начнет поворачивать, я тебе скажу, ты, типа, пробежишь. Ну да, да, да. Так, ну и что теперь делаем? Я не знаю, как назад вернуться. Он мост повернул. Как ему теперь назад пробежать? Сволочь такая, блин. Ладно. Без понятия. Главное, что он на меня его не крутит. А может, нам за мостом подконнектиться? В чем проблема-то? Можно, можно, если ты можешь пробежать, конечно. Ну, конечно, я могу пробежать. Тогда давай. Где? Можно прямо рядом с этим, со входом? Лучше войди, после тумана. Потому что тут скинет эти мерзкие. Ну, так убей. Но они хотя бы восстанут, но все равно. Вот именно я буду их вечно убивать. Дело в том, что если ты перед туманом поставишь, мне кажется, там другая локация, пропадет знак, если зайдешь. Или как-то так. Ладно, в общем, я его использую сразу за дверью. Да, вижу. Отлично. Отлично, все. Да, блин. О, пиромант объявился. Только где? Он стреляет. Я уже задолбался их убивать, эти двое. Прощай, чертов скелет. Вон оно, оно откуда. Понятно. У меня так потешно сабля летела и крутилась в воздухе очень долго. Я знаю, где пиромант находится. Пошли, наверное, туда сходим. К пироманту? Да, потому что он достал, честное слово. Да, он действительно достал. Скелеты его достали. Там здесь, как видите, стоит подсказка клад и это подсказка от разработчиков. Ее все видят. Да. Куда ты там пробежал? Там, по-моему, направо надо. А, блин, нет, 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 не прицел ни на него, ни на него. Чего, нормально. Квартовые скелеты. Скелеты. Прази. Твари. Сволочи. Все, я внизу тут, блин. И они встают, и они постоянно встают. Ай, нет, 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 не убивайте меня, пожалуйста. Офигеть. Какая-то жесть. Ты спускаешься? Да, 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 я уже внизу. Если что, говори, чтоб захилил. Тут лестница еще наверх есть. Ой, тут еще большой скелет. Нормально все. Сейчас направо, 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 направо. Черт. Направо? Как ты так резко свернул? Все, он сюда не должен войти. Не влезет? Зато мелкие сюда повлезали. Давай рубить их, пока они ничего не сообразили. Так, надо пироманта убить. Ой, пироманта, блин. Некроманта. Со всеми их разобраться, и потом уже лутать это место. Где он там, гад? Наверху, где-то наверху. Стремное место. Вот он, сволочь. Иди сюда. Не, ну понятно, почему разработчики здесь сделали подсказку, потому что, как бы, это место весьма доставучее. Если ты не найдешь его... Лестница чуть-чуть вверх. Подожди, а что за подсказка? Лестница вверху. Ну, блин, если бы... Кстати, здесь можно вниз прыгнуть. Да, да, но это вот именно там и откажешься, в той комнате, где начинал. Это типа... А, все, понятно. Не знаю, чтобы по-быстрому вернуться. Я, короче, когда в первый раз проходил, мне эти подсказки такими подозрительными казались, что все там... Ой, как я медленно продвигался. Думаешь, что сейчас? На ковальне упадет нагло. Чудо-медленная мирная прогулка. И что-то я не знаю. Это не особо клад, по-моему. Чудо тут вот у этого труба. Ты нашел чудо, да? Да, но все, здесь можно наступить и свалиться вниз. Можно, но нам пока что туда не нужно, вроде как. Ну, ладно. Я сейчас спущусь сперва, да собираем все остальное, убьем скелетов и потом, может быть, пойду спрыгну. Я не знаю, куда ведет этот проход. Сейчас где-нибудь окажусь, что назад вернусь. Ну, я могу проверить. Хочешь проверить? У тебя всегда есть одноразовый фантом. Ну, прыгни, посмотри. Ладно, пойду. Всяко лут собирать неинтересно. А ты здесь не можешь собирать лут. Да, ну, смотреть, как кто-то собирает лут. Нет, это еще хуже. Это еще хуже. Мне только вот теперь разбираться с этими чучмеками самому. А там хоть что-то интересное лежит. Но там, где большой, за ним вот гроб стоит. И в этом самом гробу... Ох, нифига себе, он мне контратаку сделал. За ним, короче, в гробу лежит колечко хорошее. Ну, то есть, это что-то колечко нужно, чтобы в один комбинат вступить. Так, ну что, смертельный номер. И я падаю. О, боже мой, с трех сторон скелета. Что, возьми. Блин, да что-то я... Они почему не встают? Там еще некромант, да? Здесь... Нет. Мои не встают. Я вернулся. А, нет, это не встают. Слушай, по-моему, я вообще назад куда-то вернулся. Оооо... Да, я вернулся. Я вернулся там, где мы убили, по-моему, второго некроманта. Да. Да? Вот тебе и дорога домой. Вот и дорога, действительно, да. Это если, получается, тебя закроют, ты таким образом можешь по-быстрому вернуться в итоге. Кто закроет? Ну... А, мост повернется, что ли? Ну, в общем, да. Или же ты можешь дальше двигаться, там есть проход дальше. Или же вернуться вот так назад. Так, ты сюда опять попасть никак не можешь. Мост повернут, и... Вниз я уже спрыгнуть не могу. Понимаешь, в чем дело. Блин, а как же мне быть? То есть... Или ты можешь, в принципе, умереть, но ты тогда поешься у костра. Угу. У тебя все будут зареспаны. Я могу пробежать здесь. Блин, ну, конечно, здесь куча скелетов. Да. Здесь куча скелетов, и мне их убивать чуть не очень охота. Ну, видимо, придется. Ладно. Так, сейчас. Мост повернут. Постой. Может, ты его повернешь? Нет, с какой стороны ты появился? Ну, как? Где мы начали, что ли? Где мы... Помнишь, ты показывал уступочек, откуда можно срезать пол локации? А, там, понятно. Просто понятно. Так. А, слушай, а почему бы... Нет, вот именно за этого уступчика и прыгай с него. Наперед, кувырком. Кувырком, наперед. Просто кувырком. Там, смотри, видишь, перед тобой есть такой этот... Я, кстати, прямо под тобой сейчас. Я разобьюсь, чувак. Нет. У меня мало ХП. Сейчас... Нет, я с меня самого убил. Ох, тебя убили. Ох, ты приколи меня, короче, три головы сразу взорвались, и блок хоть и выдержал. А я видел, взорвались головы, да, видел. Чёрт. Сейчас бы так было хорошо. Просто если бы ты, например, вниз прыгнул, я бы тебя подхилил, естественно. Мы бы оказались на одном уровне. Могли бы идти дальше. Так, и ты сейчас где, у костра? Да, я сейчас у костра. И ты тоже. Слушай, а вот отсюда разве нельзя спрыгнуть сразу? Сразу куда? Это будет сложно, наверное, но всё-таки, я думаю, можно. Чёртов скелет подкрался сзади. Ты же у костра появился, или? Нет, я появился там, где ты меня призвался. Ответственно, за мостом. Да, потому что не умер, понятно. Вот. И вот сразу за мостом, я думаю, можно и отсюда спрыгнуть. Как думаешь? Отсюда. А оттуда незачем прыгать. Там ты вниз, кажется, спуститься можешь. Или как-то... А, то есть по этому самому... То есть заходишь внутрь, и ты, кажется, вниз можешь спуститься. Да, 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 да. Ты заходишь вот именно там, где вот эти скелеты, и ты спускаешься внутрь, и там выход наружу. Конечно. Нет, хотя ты можешь спрыгнуть, если ты не разобьёшься. Но так ты просто... Я просто не уверен в этом, реально. Не уверен в том, что у меня получится. Так, а сколько у нас по времени? Может, мы вообще сейчас должны притормозить? Я не знаю. Без понятия, но походу... Как ты вернулся, мразь? Как этот скелет вернулся вообще? Господи. Кто мне вообще объяснит? Я, короче, заставил скелета спрыгнуть в бездну. Потом я вижу, как чёртов скелет прилетает откуда-то с неба, падает опять вниз и появляется у меня за спиной. Ну, он побегал там. Какая у тебя, падла, это получилось. Да, уж локация. Так, знаешь, я сейчас поговорю с этим лысым, потому что он мне досадил. Сейчас интересно, что он мне скажет. Я даже не знаю, что мне делать. Сейчас, секунду, я по-быстрому с ним поговорю. Ну-ка, давай, отвечай, скотина. Потому что, блин, чёртовы скелеты прыгают мне за спину. Но я тут ничего не трогал. Очень интересно, как ты считаешь? Погоди, что с тобой стряслось? Да не смотри ты так на меня. Я верный лоскутик. 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 У нас всё в порядке? Да ладно тебе, возьми. Душа пропавшего мертвеца, который даёт 200 душ. Да. Кипец, откупился. Хе-хе. Мы будем лучшими друзьями. Хе-хе-хе-хе. Блин, какой он вообще. Кстати, я проход вижу ещё один. Помнишь лестница такая, которая обрывается? Типа с неё можно перепрыгнуть на мост, да? Подожди. Вот спустись назад. Да-да-да, я знаю о чём ты. Ну и чё? Ну вот, чё там? Что там? Не стоит туда идти? Ну. Не знаю даже. Куда? Ты, получается, ты на этот же мост попадаешь? Нет, нет. Чуть-чуть, если правее спрыгнуть с этого, ты попадаешь на маленький уступочек, а с него ты попадаешь ещё и идёшь куда-то в... Дорогие друзья, это небольшой такой кусочек вставка, потому что у меня, к сожалению, очень глупо закончилось место, как вы слышали в летсплее у Алекса. Или потом услышите. Вот. Здесь оно, к сожалению, закончилось. Ну и сейчас я хочу просто показать. Кстати, я заметил это слишком поздно, поэтому хочу показать, что я вот так вот продвинулся, спрыгнул сюда, потом вот сюда и увидел вон там вот, вон там вот впереди некроманта. Значит, быстренько его убил. Так. Косу я, кстати, забыл взять. Я довольно беспечный человек. И, кстати, здесь ещё можно куда-то свалиться. А, ну да, я знаю, куда здесь можно свалиться. Понятно. Нам, видимо, сюда ещё рано падать. Так. Спрыгнул сюда и вот здесь вот нажал тот самый рычаг. Это тот самый рычаг, который откроет дверь. Дверь вот эту. Мы к ней бегали. Она у нас была закрыта совсем недавно. Вот она, эта дверь. Вот. Мы сюда забегали. Здесь была такая стена узорная. Вот. Теперь дверка наша, собственно, открыта. Получай бэкстеп засранец. Отлично. И это позволяет нам, собственно говоря, быстро продвигаться к кузнецу. Кузнец у нас находится вон там вот внизу. И, как говорил Алекс, к нему очень тяжело попасть. Вот. Вот тут вот он внизу. Где-то там находится. Короче, я плохо вижу на самом деле всё это. Вон там бездна, короче, целая. Ужас. Просто кошмар. И надо очень аккуратно прыгать. Это мы будем делать уже в следующей серии. Вот. А в этой я сейчас пробегусь немножечко наверх. Тут вот, вот. Нет, не в этой. Вот в этой комнатке, да. Я взял лут. Убил тут несколько скелетов. Так. Вот здесь вот тоже... А, вот здесь вот, да, был лут. Тоже, тоже был лут, конечно. Так. Сейчас поднимемся наверх. Вот. И попадаем мы вот, собственно, в эту комнатку, которая ведёт нас вот сюда. Здесь можно провалиться, и мы уже знаем, куда попадём. Проваливались мы уже у Алекса. Так. Ну, здесь у нас ничего, да? Да. Здесь у нас ничего. Так, давайте-ка вниз спустимся. Отлично. Где выход-то? А, вот он. Вот он, наш драгоценный выход. Давайте-ка сейчас направимся к костру. Вот, наш драгоценный костёр. Ну, собственно, здесь мы и закончим серию, дорогие друзья. Встретимся в следующей части. Вроде как мы отправимся к мини-боссу. А в будущем нас даже будет ждать цельный Нито. Ну, на этом у меня всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. И советуйте друзьям. А также фолловьтесь на мой канал в Твиче. Всем спасибо. С вами был Кидеон. И до следующей миссии. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова